Друзья, всех приветствую на нашем youtube канале. В этом году очень небольшой урожай яблок. Замучился я их собирать, выкидывать в яму для дерна, возить просто куклы на тележке на помойку и, посмотрев несколько видео, решил я сделать пресс для сока, для изготовления сока, так ли это будет легко или будут какие-то нюансы, я думаю, вместе с вами мы посмотрим и что из этого получилось, я думаю, вы увидите. Итак, у меня вот такой вот данкрат, по-моему 25 тонн, он огромный и тяжелый, нашел такие бруски, палки, не хочу делать железный что-то, сейчас и железо дорогое, можно было сделать это из труб от отопления. Ну что-то, решил пока деревянный попробовать вообще как от затеи, нормально будет потом переделать. Вот так, что мы делаем дальше, держали у меня такие бруски, вот я поддоны разбирал, остались такие бруски, бруски положили на всю длину, данкрат высокий, на всю длину. Наклей, сверлим отверстие, будем загонять такой шелуп, потом всю конструкцию мы еще стянем шпильками, но пока, чтобы он не разрушился на шурупах. Далее мы все это дело перевернули, и с другой стороны будем проделывать. Вообще, можно было вместо брусков использовать и такой брусок, чистый из-под дома, из-за ней. Просто у меня был такой толстый брусок, бруски, куда его, водорова, а так и что послужит. Сейчас с этой стороны положим бруски, просвернем отверстие, зафиксируем нашим санрезы. Смотри, для пола борол остались желтые, в черных потому что шляпки отваливаются. И так, такая у нас получилась конструкция. Теперь сверху, где будет упирать за данкрат, нашел такой уголок. Прикручу его, будет вместо упора. А вот снизу, я думаю, нужно нашить еще два брусочка. Куда будет все этой поддон ставится. И какую-нибудь площадку нам делать. Народ нашел вот такую штуку. Стали что-то обрезали. Такая она толстая, мощная. Если это все дело в этом буду красить все равно, то я думаю сделаю площадку нижнюю. Все равно сюда нужно будет усилить. Так, прикрутили эту платформу. Вот и усилить поставил брусок. Расширил отверстие. Сейчас прикручу, если будет неустойчиво стоять. Хотя она вряд ли стоять, думаю, будет устойчиво. Это можно сюда какие-нибудь лапы еще сделать. Это, конечно, будет громоздкое и тяжелое. Но, в принципе, это дело особо не таскать. Раз поставил, сок наделал, убрал. Лучше всего на моей практике сверлить вот такую перьевую. Сверло тонкое. Видел сверлить заточенным гвоздем. Ну, я набор купил. Ссылку оставлю вообще. Сверло мне очень нравится. По дереву красота. Вот. Мы делали пол. Сверлили даже дубовые доски. Подгорает, конечно. Но сверлить лучше всего вот он. Вот именно пероевое. Вот так. Купил я такую шпильку. Сверло. Что я бы таким мощным нашел. Вот. Чтобы было просверливать и еще шпильками стягивать. Вот. Хоть клей и болты эти, конечно, держат. Но надо сделать все надежно. Так. Друзья. Сверло оказалось супер тупое. Я даже не знаю точно такие или нет. Будем всего набора сверлить сверлом. Если у меня еще такие вот удлинители. Короче. Вот как-то так. Будем сверлить. Ничего тут сложного нет. Вот с насадкой. Так. Поставили шайбу-гайку с одной стороны. И шайбу-гайку с другой стороны. Можно было, конечно, сразу отрезать. Нужно длинной. А она затянется. Она будет короче. И подрежем сразу, какая надо. Продолжаем. Вот так. Стянули шпилькой одну сторону. Тоже самое вам проделать со второй стороны. Сейчас отпилим ее за подлецо. И в другую сторону. Так же внизу. Вот так. Вверх стянули. Вверх стянули. Вверх стянули. Вверх стянули. На сегодня закончили. Уже поздно. Вот. Решила все дело помыть. Потом, наверное, покрашу. Вот полдня сверлю отверстие. Она очень тут толстая. Для шпильки. Еще все дрели, блин, деревни у меня шурповертом сверлю. Вторую сторону решил сделать. На глухари. На глухари. На глухари такой вот он. Камушник у меня. Давай. Докручивай. Надо вот себя толкать. Так удобней. Толкай. Толкай. Сильни. Вот. Ушила. Обратно возвращай. Опять толкай. Ты много. Ну. От себя толкай. От себя. Итак. Порезали. По 41 сантиметру. Откуда взялась цифра 41. очень просто самая короткая доска у меня было 82 то есть попухам 41 что мне был перерасход так начинаю забивать рамку проверили диагонали диагонали более-менее были ровно почему забивать гвоздями потому что от шуруп трескается от шуруп таких со сверлышком конце ну либо специально сейчас гвоздями собьем с одной стороны собрали теперь со второй фиксирую такими гвоздями клеем сейчас будут фиксировать чтобы намертво так учился на такая решетка она не идеально ровная идеально ровно не нужна она служит для того чтобы было куда текать соку . давление происходит зачищали стоп будет стекать все дело надо помыть и перед использованием желательно кипятком облить это не может так решетки нам такие нужно будет две одна внизу одна промежуточная как делать вторую я думаю точно так же такой тазик вообще наверно маловато побольше лучше не нашел купил вот такой не скажу короче чтобы кран поставить ну сгон короче сейчас сверло на 25 просверлим и поставим сгон чтобы немного стекал сок поставили этот сгон сейчас хочу вот тут еще заходил все стоит так первый опыт столько сока я надавил замечательный тазик лопнул ну и самое интересное что бруса тоже выдавило вот почему всегда усиляет железяками либо делаю до двойне в общем целиковые яблоки перемалывать не получится покажу что там получилось вот так сдавил все это дело но сок в принципе не потек ладно будем делать размельчитель такой коронкой такой кружок что вы ковырить его есть такие дырышки есть туда тонкой отверткой раз садили нашу эту колбасу на шпильку и получилось у нас вот такая фигня будет нож наши мясорубки народ насверлил таких вот саморезов вот такой вот ёжик и этими шляпками должен резать яблоки так собрал каркас вниз идет осушение очень просто четыре куска фанеры на обычные саморезы но можно конечно мебельная голуба две доски и внутри у нас этот нож барабан сюда будем крепить дрель так вот такая у нас кучу штукенцы приспособил дрель пока потому что к мотор найду приспособлю яблоки еще чуть-чуть еще сделаем чтобы дрель держалась еще ничего нет еще быстро так он усилил железо 150 доска на репаратуру так из фанеры защищенный сделаю такую форму это чтобы яблоки на голову это комплектует что вы не расползались тоже такую сделаем накладываем наши перемолотые за пару минут яблоки вот такой вот положили завязываем мешок завязали сок у нас уже побежал и 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 так работа над ошибками все это фигня у нас тоже погнулась отбыл такой швеллер этот уже точно не погнется проварить отрезать длину и поставить конкретный швеллер отрезать длине внутри распилил доску засунул что самое главное нужно сначала вставлять шпильки потом крепить ее сюда соответственно будет толкать в шпильки и она не разломится не просверливать именно сюда закрепить чтобы шпильки не давали лазить ну и шпильки я решил купить потолще эти все выгибаются друзья что у нас получилось соответственно швеллер сотка не 12 12 швеллер сотку то я пилил доску внутри стола 12 швеллер шпильки 16 сверху может 12 лаковато мне кажется попробовал пенёк хрустит в кофе его раздавит он еще пригодится может подставлять потому что не всегда я думаю нужно использовать дон крат 25 тонны у меня он есть вроде был еще один дон крат поменьше на 5 что я понял на вытяжение на вытяжение дерево достаточно прочное материал то есть на вытяжение очень а вот перелом деревне подходит конечно с дуру я думаю что и низ у меня выдавит если давить безбожно но как вы видели я сделал штуку которые мгновенно перемалывают яблоки поэтому давить мне не придется я думаю целиком яблоки ну и не получится я думаю швеллера послужит долго ночи дальше дальше надо как красиво увидим все это дело сейчас отчистить и покрасить так народ такой пресс у нас включился не каркас пресс давит здесь дон крат дон крат 25 тонник хотя пять тонн за глаза идея давить целые яблоки плохой это думал мощный дон крат все придавит нет ничего не придавит ну сделать штуку которая перемалывает яблоки занять час времени зато все это быстро перемалывается увидели пресс рабочий надавил чтобы я еще доработал фикс прайси вот такой вот поддончик для обуви может найдете другой лучше его поставить яблоки будут давиться сок стекаться он тут высокие борта не нужны потому что на такой все нож потихонечку давить то есть делать отверстие вместо этих тазик вот верхнюю часть надо обязательно усилять причем конкретно усилять давление большое и я думаю что он послужит не один год я быки теперь просто так выбрасываться не будет в конце ставлю кусочек для чего я давил соку потому что дети пьют химический сок такой сок пить никто не хочет я решил пустить в дело я думаю следующих видео это дело я вам еще покажу почему все это закончилось а пока всем пока делайте все что умеете своим руками особенно людям которые имеют частный дом вот ну и тех кто сидят в офисах тоже смотрите видео я думаю если есть желание то человек сделает что угодно своими руками есть время и возможности если нет желания то можно всегда кого-то нанять или купить я думаю если видео понравилось поставите лайк если не понравилось поставьте дизлайк но напишите какой-нибудь комментарий что некрасиво не это это как мне кто-то написал что те штаны разорваны когда я делал дверь купе то что у меня были разорваны штаны не влияет никак на дверь купе я не из тех людей которые воруют чужие видео одевают пиджак показывают это а руки-то не их не потом просто видео чуть своровано но это бог им судья всем вам всем удачи всем пока удачи и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...